Здравствуйте, уважаемые любители футбола! На чемпионате мира осталось провести еще две игры, и одна из них это матч за третье место между командами Англии и Бельгии. И этот матч вовсе будет не проходной. Как говорят обе сборные, они хотят его выиграть, это тоже престижно. Итак, игра 14 июля, это суббота, внимание, время 17.00 по Москве. Впервые на чемпионате мира матч пройдет именно в это время. Стадион Санкт-Петербург, и это будет седьмой матч на этой арене. Собственно, Бельгия тут уже играла в полуфинале с французами и уступила 1-0, а Англия еще не играла тут. Самое большое достижение Бельгии – это золото Олимпийских игр 1920 года. Можно отметить также и серебро чемпионата Европы 80-го и бронзу 72-го. Англия чемпионами мира становилась на домашнем турнире 66-го года. Это вы так знаете, это и главное достижение. Отметим еще две бронзы чемпионата Европы 68-го и 96-х годов. Давайте вспомним, как команды дошли до такого матча за третье место. Бельгия в 1-8 переиграла не без труда Японию 3-2. В 1-4 Бразилию 2-1, а в полуфинале уступила впервые на турнире Франции 1-0. Всего бельгийцы забили с учетом группового турнира 14 голов, пропустили 6. А вот английский путь. В 1-8 по пенальти переиграли Колумбию, затем 2-0 в 1-4 Швецию и в полуфинале уступили Хорватии 2-1. Забили англичане 12, а пропустили столько же, как и бельгийцы 6. Последний раз эти команды играли в группе две недели назад. 1-0 было в пользу Бельгии, Янузай забил. А до этого их последняя встреча была в 2012-м и тогда англичане взяли верх в товарищеской игре 1-0. Уэлбек автор гола. Англия ровно год никому не уступала после игры с Францией в июне 2017-го. А тут на чемпионате мира уступила сразу дважды. А вот Бельгия 24 матча подряд держалась с 2016-го года. Колоссальная серия. Команда первой, напомню, от Европы вышла на мундиаль, превосходно пройдя отбор. Матч обслужит иранская бригада арбитров во главе с Алириза Фагани. Для него это пятый матч на мундиале. Он работал на игре, вспоминаем, Германия, Мексика, Сербия, Бразилия, Франция, Аргентина, Франция, Уругвай. Все матчи были центральными или решающими. У Англии может не сыграть Ирон Трипьер. Кстати, после его гола в ворота Хорват игроки Тоттенхэма вышли на первое место. Их представители забили на чемпионате уже 12 мячей, половина из которых принадлежит Кейну. И Трипьер всего лишь второй игрок сборной Англии после Бекхэма, которому удалось забить на чемпионате мира Саш Трафнова, лучшие голядоры. У Бельгии это Лукак, у него 4 гола, у Азара 2, у Англии Кейн 6, у Стоунза 2. У Стоунза, кстати, был прекрасный момент в игре с Хорватией забить свой третий гол. Англия одна из самых молодых сборных, в среднем 25,7 лет, у Бельгии средний возраст 27,2. Самый молодой у бельгийцев Тилиманс 21 год, у англичан Александр Арнольд 19, а самые возрастные Вермалин 32, Янг 33. В сборной Бельгии очень много игроков из чемпионата Англии и будет казаться, что мы смотрим именно этот чемпионат. Для обоих сборных этот матч действительно важен, обе хотят выиграть и обе призвали своих болельщиков поддержать их. Почему так? Потому что не так обидно не выйти из группы, как занять четвертое место на чемпионате мира. Потому что про чемпиона все будут знать, про серебряного и бронзового в меньшей степени, но все равно будут вспоминать, а кто стал четвертым, это никого не интересует. Вспоминайте прошлые чемпионаты мира. Про 5 причин ухода Криштиану Роналду узнайте из следующего выпуска. Подписывайтесь, если вам интересно. Ставьте свои лайки, если было полезно. Не грустите, услышимся!